Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию очередную налоговую новость. И на этот раз новость касается вопроса уплаты налогов через проблемные банки. Именно данному вопросу посвящено дело, реквизит которого вы видите, это дело Стройтрансгаз. Вообще следует отметить, что вообще уплата налогов через проблемные банки, эта проблема остается актуальной и по сей день, потому что регулярно, каждый месяц Центральный банк отзывает по крайней мере около двух лицензий у банковских организаций. И, соответственно, налогоплательщики, которые уплачивали через эти банки налоговые платежи, сталкиваются с проблемой признания их налоговой обязанности исполненной. Вообще следует заметить, что сначала политики Центрального банка по отзыву лицензии и появлению соответствующих дел, точнее увеличению количества дел, связанных с уплатой налогов через проблемные банки, наметилась, безусловно, негативная тенденция рассмотрения данных дел. Иначе говоря, если честно, я вообще не помню, хотя, признаюсь, я так особо специально не мониторил, но, честно говоря, за последнее время я не помню дел, такого рода дел, которые были бы вынесены в пользу налогоплательщика. Более того, следует сказать, что по сравнению с предыдущими годами судебной практикой постепенно сменяются акценты в данных категориях дел. Иначе говоря, раньше, если налогоплательщик отказывался в признании его обязанности исполненной, то указывалось на то, что он в целом либо знал, либо мог знать о проблемах банка. Вместе с тем, в настоящее время в судебных актах, в формулировках по таким делам можно усмотреть, что не просто налогоплательщик мог знать о проблемах банка, а он должен, в принципе, априори знать о проблемах собственного банка. Ну и, кроме того, определенные обстоятельства формулируются по-разному. И вот в данном деле, строитрансгаз, можно обратить внимание, что суд указал на то, что у налогоплательщика имелись счета и в других банках, и он, соответственно, должен был выбирать банк, который характеризуется более надежным состоянием и который наверняка обеспечил бы поступление налогов в бюджет. И в данном случае это тоже показательная формулировка, потому что раньше наличие счетов в банках было негативным, ну, в других банковских организациях было негативным фактором, если через эти банковские организации и уплачивались налоговые платежи, а потом налогоплательщик почему-то вдруг решил сменить банк, через который он уплачивал налоги. А в данном случае формулировка, как видите, звучит несколько по-другому. Таким образом, налогоплательщикам, безусловно, следует правильно организовать работу внутри себя и, в общем-то, наделить какие-то свои структурные подразделения обязанностью по мониторингу состояния банковской организации. И в случае даже малейшего признака о проблемах необходимо предпринимать меры, во-первых, что называется, по спасению денежных средств, ну и также по оценке последствий того, следует, ну, если уплачивались налоги, какие будут последствия, и также оценки перспектив продолжения уплаты налогов через соответствующий банк, у которого появились проблемы. Ну и в заключение отмечу, что, в общем, эту тему я достаточно подробно рассматривал в кратком курсе «Назначение судебной практики в деятельности юриста» в первой части, поэтому, кому интересно, обратите на это внимание. Ну а ссылочку в данном блоге на краткий курс я сделаю. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok